здравствуйте друзья скоро полночь ну и так прям уж через пять минут но через пару часов пол еду я в аэропорт сан-хосе и там у нас новые американцы прибывают это всегда очень волнительно знаете как люди впервые вступают на американскую землю и тут я с нашим иммигрантов возом и в общем так как-то остаюсь в памяти людской да ну а вам собственно будет видео которое вы уже смотрите так я понимаю и вы увидите насчету семью я так понял что там четыре человека вообще ничего про них не знаю буквально там два сообщения там skype и вот собственно выезжаю на объект я так понимаешь там двое детей одному даже годик вот так как то вот какие-то сумки значит у них а всего их четверо так что ну вот чего знаю того знаю посмотрим где-то они сняли какое-то жилье недалеко от аэропорта надо сказать что от моего дома до аэропорта вот что же я тут смотрю где-то пишет мне что 9 миль вот 9 миль 13 минут езды ну и хорошо оказывается мы живем относительно недалеко от аэропорта сан-хосе сейчас мы выйдем на местную магистраль которая называется улица el camino real вы ее знаете школа наш на не находится ну вот собственно я думаю что дальнейший разговор у нас будет уже в аэропорту данная когда приеду пройдусь вокруг и будем ждать наших гостей счастливо там друзья только что поступил звонок от наших встречаемых говорят что самолет у них остался без бензина и совершит неожиданную посадку не запланированную салт лейк сити на пути из нью-йорка чтобы до заправиться так вот понимаешь тут машины стоят я не понял это они стоят лично мне направо поэтому я чувствую что мое ожидание несколько так затянется в аэропорту вот мы подъехали к аэропорту сейчас вот все и произойдет то есть мне нужно попасть в то место где паркуются автомобили вот он терминал эй так вот и едем левее я думаю я встану в общем такие вот дела вот вам друзья аэропортная красота терминал и сейчас мы возьмем билетик так кнопочку нажмем как тут взять сейчас нам билет 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 билетик нам вышел вот пожалуйста едем парковаться так куда нам ехать ну пошли пошли прям тут на направо посмотрим где чего ну что друзья вот и терминал эй аэропорта в городе сан-хосе так я вам панорамку такую рисую но тут единственное живое место где можно что-нибудь съесть если продают хотя брали открыто должны за вот и ну что тут вот ленты транспортера никогошеньки нету никогошеньки нету такое ощущение что вообще тут один и единственный рейс задержавшийся из-за нью-йорка вот он приходит в 1256 вместо даже с опозданием там был 1110 ну в общем вот так я на самом деле успел съездить домой думаю чё я тут буду сидеть поехал домой там у меня есть массажное кресло помассировался почитал комментарий к видео да и вот так вот смотрите на второй этаж хорошо так ходить одному кстати вот хожу себе один и все так надо только понять на каком транспортере будет багаж но на самом деле здесь просто поскольку он всего он всего один в смысле рейс будет всего один также где будет туда и пойдем а тут вот выход сразу на паркинг я здесь тоже встал рядышком вот выход на паркинг вот такой удобный аэропорт знаете он небольшой не сравнить конечно с международным аэропортом сан-франциско ну вот такой вот единственное что здесь конечно не один терминал и тут еще есть вот ну вот этот такой давайте друзья я для вас выйду на другую сторону аэропорта не там где паркинг а вот там где все остальное вот вы видите вот в ту сторону там еще пару терминалов есть может быть их не так хорошо видно но они там есть вот вот такие здания большие красивые вот то что видите справа это на посадку когда вот приезжаешь и хочешь на рейс вот туда направо когда встречаешь вот сюда налево вот отсюда я пришел вот такой вот симпатичный очень аэропорт вот друзья вот и наши встречаемые так ну давайте иначе у нас такой большой самый представляетесь я сергей так девочка даша и ее мамаша так галя так за мальчика кто представится пассажир такой уснувший дима дима но сейчас у нас нет у нас час например ночи так и вот такой маленький член семьи как фамилия это чуи чубака чубака ведет себя хорошо чубака чубак у нас самая воспитанная собака так давайте мы отправим папу за багажом вы видите друзья тут народ ну и как они сгрудились как сгрудились кому-то там что-то выдают знаете вот на на устали все и спать хотят так ну давайте пока папа нету рассказывайте откуда приехали москвичи приехали в тепло очень рады что вырвались подождите а в москве сейчас за август тепло в москве лета не было вообще не было было холод сейчас в москве гроза дождь но снега нет так нормально хорошая будет без снега так хорошо где вы там жили в москве мы жили подмосковье валашиха знаем балаших вот по на гимнское направление на гимнское направление у меня бабушка жила в трастале это вот прям на границе на москву нам денег не хватило поэтому купили квартиру а где жили до этого я кимкинская сергей москвич коренок а ну то есть вы как бы местные не то что мы там из сибири приехали и денег не хватило нет мы все местные просто купили уже своя нас квартиру балашихи как балашихи своя квартира так минуточку так этому орлу год вот и месяц вот и месяц так 9 это серьезный возраст это какой класс в четвертый перехожу если бы вы не уехали ты пошла бы в четвертый а я вообще в школу не ходила половину а что же ты делала отдыхала на море у меня было весь второй ну практически весь второй и третий класс каникулы с мамой что ли с кем отдыхала со всеми у нас было свободное обучение мы как раз готовились того что она у нас училась сама самостоятельно в английский может сергей нас говорящая так мы учили английский мы не говорим так вы по профессии кто я директор магазин а чем торгуете торговала в сетевом магазине сетевой магазин сетевой магазин сеть у нас это когда много магазинах понял понял так доллара не хватает а чё нашли магазин в смысле магазин пока что это куча это все подойдет а зачем вам долго что вы на тележку да не надо машина работать тут стоит метра отсюда не надо не надо пошли за багажом вы видите друзья идет упаковка иммигрантовоза и пока значит у нас сергей работает над багажом я напоминаю вам правила игры на иммигрантовозе есть кнопка вот это вот кнопка друзья и кнопка играет важную роль потому что когда у нас но и прибывшие на шабы и лотереи выиграли что это будет символизировать то что вы из прошлой жизни ушли прошлую жизнь дверка закрывается а в новую мы все вместе двинемся вперед и вы все друзья все кто нас смотрит в этот момент можете приобщиться как бы в таком действенном режиме вы можете нажать лайк кнопку лайк в тот момент когда у нас сергей и я извиняюсь людмила галя сергей и галина когда они нажмут эту кнопку вы нажимаете кнопку лайк и все вместе мы отправляемся в новую жизнь а соответственно вы даете им путевку в жизнь так такой механизм вот друзья значит тот момент когда они кнопку нажмут дверь пойдет вниз мы все будем ликовать и вы видите вот эту вот сцену это не рабочий и колхозница друзья это рабочий колхозница и примкнувшая к ним интеллигенция вот ну что на счет 3 нажимаем 1 2 3 ликуем все дверь закрывается и мы теперь только вперед а вы сняли квартиру на airbnb нет хорошо не далеко где-то задумались так так подождите а общий план у вас какой вот вы сейчас поселитесь потом что будете делать придем к вам просить справку чтобы открыть счет ну хорошо ладно а жить как собираетесь что делать учиться у вас а кто-кто будет учиться сам умный начала я так а профессия какая у вас я в данный момент риск менеджер такой все начальники образование какое безусловно но первое компьютерное второе экономическое то где учимся московский технический колледж и институт международных отношений так понял инженер значит так так вы учились где учились химкинский техникум управление право понял ой тех ладно друзья садимся в машину и движемся а то вы сейчас заснете уже все всей семьей пошли вот друзья сейчас давайте я гляну на мой сэлфон что он там показывает час сорок семь час сорок семь вот это наш иммигрантовоз и ребят пошли выяснять туда ли мы приехали хочу она а дверь открыл но это большое дело если дверь открыл значит может быть это наша дверь либо у кого-то такой же код да ну что открываем крышку крышку дверку иммигрантовоза и так потихонечку захватаем шмутки так сначала у нас колясочка бабичка туда или вы его так в руках уже да вот апартмент ну что же очень мило это кухонь к телевизор а громадный холодильник тут всякие удобства хочу такой туалет туалет спальня богатых богатых кровать и еще один туалет это значит мастер бедрум у вас такой так с душем все отлично единственный вопрос возникает о чем так сергей где сергей то есть почем вещь задумался что-то около 100 долларов в день или чуть меньше всего да послушайте это нам это строить еще чем гостиница была такая бы стоила возможно ладно ребята вы устали а я побегу домой у меня урок с утра кстати все счастливо давайте так всех пока пока отлично